Всем доброго времени суток! Вы находитесь на канале Генезис и я рад вас приветствовать, уважаемые мои подписчики и гости этого канала. Я снова рад всех вас видеть и думаю, что вы также рады слышать меня, хотя я конечно на это не рассчитываю. Помимо новых инди-игр, моей основной миссией всегда было и остается рассказывать вам о новых джава играх и модах, которые грозятся вот-вот выйти. Потому что сам я оттуда, из сферы джава и игромоддинга, друзья. И сейчас я расскажу вам о новой игре, которая выйдет буквально на днях. Ну как новой? Учитывая, что ее автор разрабатывает ее с момента основания о эмоциях. Совсем новой ее назвать не получится, но тем не менее для нас она в 2022 в этом сложном и тяжелом году будет новой. А для кого-то она, наверное, будет и совсем новой, кто не в курсе. И речь идет о игре Quake от знаменитого Quakeman, который раньше был также известен как Уильям 16. Простого португальского парня, который из-за жизненных тяжелых личных обстоятельств, как он сам написал в описании к файлу, разрабатывает эту игру уже на протяжении, наверное, 12 лет. Ну вот, друзья, свершилось чудо и наконец, буквально на днях, мы все же лелеем надежду, что она выйдет вот-вот, буквально скоро, и мы увидим тот самый знаменитейший Quake, который так долго не мог дойти до наших рук, и мы не могли в него сыграть. А теперь, друзья, давайте же посмотрим скриншоты и посмотрим, что же ждет нас в этой знаменитой и грядущей игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С бомбой замедленного действия, которая может рвануть в любой момент. Он возьмет и разнесет просто все в пух и прах, то, что было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, как я и сказал ранее, Quake разрабатывался практически с момента основания сайта АЕ МОЦА. И, в общем-то, изначально Quakeman вообще делал моды на L2D. Обычные моды на L2D с измененными текстурами и все в таком духе. Но со временем он совершенствовался и шел все дальше. Кстати, его моды вы все так же можете скачать и посмотреть на сайте. Они реально годные. Но мы сегодня будем говорить именно о Quake. Смотреть, что изменилось за эти 12 лет, что стало нового и прочего, чтобы ознакомиться с этим перед выходом игры. Несколько лет назад Quakeman уже выкладывал демку своего Quake. Но, к сожалению, на данный момент эта демка удалена. Поэтому для основы видео я воспользовался другой игрой, модом на L2D, а именно Quake+. Портом Quake 3D на L2D движок. А теперь рассмотрим скриншоты, друзья. И прежде всего, как мы видим по скриншотам, произошло глобальное изменение. А именно это изменение в том, что Quakeman перешел на новый движок Quantum. И как мы видим, он уже создал новые крутые карты для своей игры. Также в игре будут новые враги, а также NPC. И их будет довольно много, поскольку движок Quantum может это позволить. Все враги и NPC оригинальные из оригинального Quake. Так же, как мы видим, элементы декораций и наполнения локаций полностью соответствуют оригиналу. А это значит, что нас ждет нечто крутое и интересное. Хотя бы в атмосферном и декоративном плане. Помимо этого, HUD и весь лут переделаны под оригинальный Quake. Что просто не может не радовать глаз. Смотрится это очень круто. И так и зазывает ожидать и сразу же скачивать игру при первой же возможности. И даже по скриншотам, друзья, просто видно, что нас ждет нечто уникальное, крутое и интересное. И совсем скоро эта игра выйдет. Quake Moon, судя по его описанию, осталось буквально только портировать звуки из Quake 1 в свою игру. И тогда Quake будет готов. Так что, друзья, подписываемся и следим за новостями. За новостями Java Игростроя и Игромоддинга. Вот такой вот сегодня получился интересный выпуск, друзья. И давно я не делал таких выпусков. И я рад, наконец, что в 2022 году выйдет новый оригинальный порт игры. Для моей любимой Java платформы. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Генезис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за новостями. Скоро выйдет обзор еще одной крутейшей игры. Только уже для другой платформы. Еще раз всем спасибо. И до скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...